здравствуйте дорогие друзья с вами наталья сегодня у нас понедельник 9 сентября я несколько минут по традиции проведу с вами начинаю показ своего красавчика такое такая есть у меня варигатная орхидея но она просто стоит рядом с одним чудом который я хочу показать поэтому я начала кадр с такой немножко красивой картинки а сейчас покажу вам какую глупость я совершила буквально три дня назад и во что я превратила свою любимую как я ее называю вечно цветущую орхидею black velvet я буквально неделю назад понедельник вам показывала ее цветущую хвалилась а какая она у меня красавица как она мне все время цветет вот она стоит рядом и посмотрите вот прошла ровно неделя посмотрите во что она у меня превратилась видите завяли все цветочки вот один цветочек только держится это наверное ненадолго остальные вот так вяну тут буквально одновременно и кто виноват сама я найти вот уже похолодало ну вот сейчас у нас махачкале 24 градуса на улице но естественно ночные температуры падают уже где-то до 18 пока были у меня все окна открыты у меня часть орхидеи вообще стоит орхидеи на открытом балконе я потихоньку и готовлю зимнюю сезону начинаю закрывать окна естественно их там мою мою подоконники мою все орхидеи и вот эта орхидея моя любимица она стояла вот как раз напротив открытого окна вот они падают цветочки у меня на руках естественно за лето она у меня с весны вот так цветет цветочки запылились если листики я спокойно могу помыть а я не знала что делать сейчас я закрою окно и все пыльные цветочки останутся у меня на всю осень и зиму я думала и вспомнила один ролик как-то недели две-три назад я смотрела я не помню даже не очень такой популярный блогер поэтому я не запомнила кто это и вот она рассказывала что она спокойно по душе моет свои орхидеи вместе с цветочками вот они падают все и я тогда удивилась руках я всегда знала что надо не нужно мочить цветы естественно промокать все пазухи и точку роста вот это было для меня табу на много лет никогда я под душем не мыла вот цветочки ну могла знаете чуть-чуть вот когда немножко таки плотные цветочки вот ватный диск слегка могла если где-то что-то ну протереть больше так вот душем теплым душем обильно я цветы не мыла вот именно цветы не орхидею саму а тут вы знаете вот вспомнила этот ролик хотя знать я помню что я удивление недоверие прослушала ну подумала какая глупость лучше никогда этому не следовать и забыла благополучно на некоторое время и вот опять неделю назад я увидев какие пыльные листочки все-таки я вспомнила этот ролик у зачем-то вспомнила и решила проэкспериментировать думаю ладно ну уверена была что ну один-два цветочка скинет она но не больше но вот так чтобы все и буквально через на второй буквально второй третий четвертый день вот вы превратилась моя орхидея вот вот в этот гербарий хотя сама то она что с ней станет с ней ничего не случилось и вот последовала я этому совету не знаю как у этого блогера все цветы выживали после теплого душа так слегка теплого душа не одни сильного такого найти наподобие дождичка я подумала они же тоже наверное хотят цветут они в природе в сухой сухой период вот попробовала короче я сделать и вот такой результат и делаю вывод доверяй советам но есть не обязательно проверяя их на своих орхидеях особенно когда он на таком пышном кусте ну ладно оставалось один-два цветочка я бы проэкспериментировал экспериментировал ничего страшного нет же она же у меня была тут минимум 15 6 может все и 20 цветков знаете нет говорят куда без добра я вам говорила что я эту орхидею свою уже столько лет ну три-четыре года никак не могу пересадить уже давно наверное пора ее пересаживать хотя его чувствует она вроде себя нормально ну наверно грунтом уже давно разложился значит это как бы был мне сигнал что все таки цветение я еще увижу не раз а пересадить ее действительно пора и вот я наверное срежу все цветоносы и сегодня наверное после обеда займусь пересадкой и мне очень интересно посмотреть ее состояние и корневой системы хотя вот они в активном росте вот эти воздушные корешки у ней что в горшке я не знаю там уже рассмотреть невозможно да даже не особо у меня тут прозрачный горшок то это был ковшик я приспособила наверно в то время у меня не было под рукой горшка я приспособила вот такой ковшик хотя он вполне как горшок подошел и вам возможно покажу тоже что за несколько лет произошло с корневой вот этой орхидеи ну теперь вам покажу что быть более красивого сейчас я вам покажу как расцвела моя орхидея которую я про стимулировала которая про стимулировала одну почку с таки не новой пастой еще я говорила на той неделе что один бутончик и она его и скинула уже не даже хотя на его сама засушила был мутантик мне интересно как он расцветет она его засушила вот здесь он было видите скинула так что она сама этот процесс регулирует ничего страшного почему я простимулировала чтобы рассмотреть цветение когда я покупала эту орхидею она мне напомнила по напомнила магазине legato орхидею но она уже такая знаете было почти отцветала и мне хотелось понять вот чтобы уже увидеть свежий цветочек что же мне напомнило в этой орхидеи вот этот популярный сорт я его никогда в живую не видела и вот сейчас расцвела эта орхидея посмотрите на ее цветочек я понимаю что мне напомнило вот это необычная расцветка как называемый мультикалор хотя у legato есть такие веснушки здесь на нижних лепестках рапушки но этой нету ну вот губа немножко похожая вот немножко расцветкой когда вот наверное много много было цветов но немножко подвятших я короче размечталась купить legato у нас магазине но это тоже очень красивая орхидея она тоже видите мультикалор то есть у нее найти такая гамма в расцветке богатая вы даже не знаешь сказать какой расцветки здесь я вот края желтоватые потом все оттенки розового такая искрится немножко на солнышке ничего красивая необычная орхидея если бы она на вот этом своем боковом цветоносе не дала еще мне и детку я бы наверное срезала поставила в воду вот эту веточку и любовалась бы цветение вот еще бутончик она распускает было 31 был мутантик она сама его сбросила ну так как здесь детка наверное я оставлю уже пусть она сама решит расти детку не не будет или будем она ее не будет расти ну листик вот видите уже растет вот так я удовлетворила свое любопытство с помощью цитокининовой пастой ну не думаю что я особо прям навредила свои орхидеи хотя многие прям боятся эту пасту еще я вам сейчас покажу а я хочу сказать спасибо кто мне подсказал названием моей орхидеи который я думала что это орхидея наташа вот она распустила уже сва два своих прекрасных цветочка мне написала одна подписчица что это фаленопсис и иероглиф и даже не выговорю но иероглифы есть от этого слова короче иероглифический ну возможно возможно я в интернете нашла фотографии вот этого фаленопсиса действительно очень похожа ну что ж он тоже прекрасный пусть будет вот такая у меня орхидея тоже в коллекции удивительно как она ко мне попала я даже когда покупала интернет-магазине я там в обзоре и не видела что продавалась хотя может я уже и забыла ну я очень довольна даже хотя может она в цене я была намного меньше ну что уже теперь поделаешь буду любоваться на эту орхидею сейчас я хочу вам показать как выросла детка вот на моей орхидеи которая была под названием монстр от нее не осталось ни одного листика вот остались вот такие корешки полу засохшие но она все равно исправно выдает мне деток это детка и вам показывала она появилась месяц назад и она довольники уже так хорошо подросла и у ней растут два корешка он видите один и с другой стороны еще один я узнаете заметила если орхидеи если детка сидит на на цветоносе или на орхидеи которая такая с виду здоровая имеет много листьев хороших корней то самостоятельно корни у детки уже начинают расти очень поздно и так комфортно и мать орхидеи и спокойно может содержать очень долго а вот в этом случае когда от орхидеи осталось вот почти ничего не осталось тут у этих деток вырастают тут почти одновременно с листьями начинают расти корни вот размер посмотрите ну вот пол моего листику самый большой пол моего большого пальца сантиметра 4 5 и уже растет третий листик и уже есть два корешка и там еще начинает расти одна детка но естественно одновременно две детки от орхидеи не тянет после того как корешки сантиметров 5 отрастут я эту детку отсажу и посмотрю что будет дальше за счет чего питается вот эта детка вот был такой небольшой спор вот нужно ли оставлять вот то что есть здесь почти вот эти шатается вот в грунте для чего нужен грунт когда уже почти не они работает ни один корешок и за счет чего тогда растет и развивается детка все таки я считаю пусть она остается в грунте так как я заметила что есть немножко вы знаете просыпаются несколько там зелененьких корешков кот которые именно направлены там внутри грунта я попробую сейчас их раскопать но он где-то где-то в глубине я смотрю вот от старых корешков просыпаются немножко вот зелененьких все таки нужно же питание вот этой детки и совсем вот эти сухие корни все таки не дадут достаточно возможности вырасти до самостоятельной жизни вот этой детки поэтому я считаю все таки когда вот этот пенек он сидит в коре какие-то корни просыпаются и за счет вот этих новых корней будет питаться вот эта детка и если следующие тоже после нее появятся а кстати отсаженная летом детка от этой же орхидеи уже дала цветонос она там стоит на открытом балконе когда цветонос подрастет я вам покажу ее очень любительница цвести вот эта орхидея так она у не осталась а под названием монстр она очень быстро дает рост деток развития их и быстро они цветут вот так бывает каждый раз а уже деток она мне дала минимум уже 4 5 уже сбилась со счету я уже и отправляла ее своим подписчицам и отдавала здесь местным девочкам она все продолжает меня радовать детками и возможно вот эту детку я тоже как конечно это будет уже наверно весной тоже кому-нибудь подарю а вот так у меня уже начала распускаться орхидея камбрия как-то про говоря про симпедиальной орхидеи я показывала что она мне за лето дала уже три стрелки вот эта стрелка уже почти распустилась но осталось цветочков шесть они не крупные и всегда бывает так очень много здесь есть еще одна стрелочка поменьше и вон еще одна растет но самое конечно большая это вот это это орхидея у меня стоит на открытом балконе пока у нас сейчас махачкале дневные температуры вот я посмотрела на ближайшие пять дней 24 25 градусов это днем но ночью уже до 17 градусов опускается я уже стараюсь на балконе и не мочить свои вот эти орхидеи и меньше поливать иначе быстро развиваются на листе грибковые заболевания меня там есть еще два дендрофаленопсиса я тоже смотрю что иногда я не глядя утром их так плесну так щедро водичкой вода застаивается и уже на листиках такие грибные следы заболевания а некоторые орхидеи на балконе я вообще сейчас перестанут поливать где-то еще оставлю их ну смотря если ночью до 12 13 начнет конечно опускаться я занесу но вот эту границу они у меня выдерживают спокойно чтобы дневные температуры где-то 20 22 а ночные 15 18 нормально ничего с ними не бывает но ниже уже опасно есть там у меня одна орхидея тоже очень упрямая сколько она у меня лет она мне ни разу не цвела я еще в том году спрашивала совета что только с ней не делала все равно она не цветет ни в какую участь я оставлю ее таком просушенном состоянии на месяц на балконе там будут конкретные перепады но если она еще в этом году не зацветет я вообще не знаю что с ней делать я на нее конкретно обижусь и пусть тогда она сама думает о своей судьбе может я подарю ее кому-то и у кого-то она зацветет все такое тоже возможно ну посмотрим на сегодня наверное я буду заканчивать сегодня у меня найти такой ролик что увидела о том и говорю ну а в конце немножко покажу своих птичек они сейчас тихо так сидят знаете их выпустила у меня я выходная вот они у меня часа три уже налетались просто сидят на карнизе и спят и поэтому так тихо хотя они тут в кухне и выше меня сидят даже звуку не подают сегодня будет героиня рокки самочка про которую я показываю но в основном герой бывает принца сегодня он будет пускай отдыхает кстати сегодня принцу исполняется уже пять месяцев и я случайно встретила в архиве и его фото его фотографию где ему где-то было две недели сейчас я вам ставлю посмотрите на сегодня всем пока роги 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 иди на пальчики дези роги идем идем хорошая птичка какая она хорошая она запросто идет на ручке не то что эти ой какая хорошая птичка погуляй немножко погуляй на то что ты смело идешь на ручке вот какая она красивая птичка роги что ты будешь делать порядок найти конечно здесь давно не была посмотри что тут лежит не хочешь а куда ты пойдешь роги роги ой какая красивая птичка роги ох какая ты красотка какие у тебя крылышки большие но на телефон она никогда не и не джоли не роги на телефон не садятся каждой птичке свои таланты ой ой какая красивая молодец роги спокойно может на ручку сесть правда роги ой умничка какая дать может почесать пузико шею почесать можно у них настроение она дает а эти другие они этого не дают но пресс единственный который сразу будет садиться на телефон момент только перед ним будет телефон он будет считать что надо на него сесть может запросто прилететь ко мне даже на голову мне уже садился да принц вот он волнуется что уроки выпустили а его не выпустили посмотрите какой он злой злой принц сильно злой ты же не идешь на руки не идешь ой ой какая она красотка ну прям красотка при красотке здесь на пальчик иди сюда иди сюда хорошая девочка давайте-ка такая хорошая девочка иди сюда пальчик давай ну давай ой умничка иди-иди давай ну вторую ножку лроки я ж тобой не здороваюсь ты здороваясь одну только лапку дала да ты же не собачка чтоб лапку давать давай переползай на пальчик давай давай хорошая птичка давай давай что ты задумалась уроки хорошая такая теплая пузико такой у тебя грудка такая красивая-прекрасивая вся ты такая классная-классная давай идешь на идем на пальчики я тебе что-то покажу идешь ой какая ты мягкая тебе нравится вот так массажик такой вечерний массажик ой какая ты умничка какая ты хорошая ой она позволяет себя вот так вот гладить она может на ручку вот так сесть спокойно вот такая она хорошая она будет сидеть но только если я в сторону клетки она старается улететь а если от клетки будет спокойно сидеть иди хорошая девочка ой ну не надо меня пробовать на вкус где ты там иди сюда иди сюда иди сюда птичка иди сюда хорошая птичка привет ты довольна что ты вышла на вторую прогулку за весь день а пацаны тут сидят завидуют тебе ой как они тебе завидуют ты знаешь ироки ты знаешь как они тебе завидуют ты знаешь потому что ты спокойная адекватная ты даже не кусаешься так чуть-чуть прихватываешь здоровайся даже а Джоли ой видишь лапку дает на ручку идет вот таких птичек все любят правда смотри какая ты хорошая какая хорошая такая она так слегка прихватывает а если Джоли прихватит он уже кожу рвет до крови пару раз он даже вот так вот а так слегка просто пробует на вкус ну так слегка слегка она не сильно она хорошая девочка она просто говорит не трогай меня видите она позволяет себя гладить позволяет садиться на ручку ты куда идешь я же теперь к тебе уже пристаю ты же уже героиня ролика поэтому терпи вот лапку дает спокойно вот какая ты хорошая какая ты надо думать что пристала ко мне вся вышла погулять дай мне гулять все гладит 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 думает она меня Рокки все она не крикливая спокойная спокойная такая девочка вот она какая хорошая прихорошая Рокки вот какая ты славная ты такая прям славная тебе так и хочется мягенькая 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 как цыпленок так и хочется тебя немножко вот так трогать трогать те же не дают себя трогать поэтому ты терпи Рокки вот тебе спичечка а то в клетке тебе не достается вечно принц отнимает у тебя а здесь все тебе позволено вот такая хорошая спичка как они ее любят грызть хоть веточки кидаю в клетку они не особо интересуются а вот спичка любимое занятие погрызть правда Рокки ну серу конечно я не даю а так любит вот она какая красавица вот такая очень такая покладистая и добрая птичка если с ней заниматься наверное ее можно научить трюкам но некогда мне этим заниматься по крайней мере с ней может такой контакт такой физический может дать себя потрогать может дать сесть на руку и походить с ней можно на руке я же говорю она разрешает себя держать и ходить только в сторону от клетки понимает что если иду клетки что я ее могу посадить и она уже хочет улетать а так спокойно общается не кусачая не крикливая такая она Рокки красавица красавица такая ты Рокки все палочку будем грызть ой как нравится ой как нравится Рокки палочка под спички и что там вам так она нравится а все хватит погрызла погрызла немножко а давай я тебя посажу не хочешь а куда ты хочешь куда ты пойдешь далеко пойдешь ну любимая вот скоро с балкона орхидеи буду заносить как вас гулять выпускать о ты прям шпагат делаешь надо же ты прям растяжка у тебя хорошая молодец прям спортсменка ты давай уйдем уйдем дай лапку поздоровайся дай лапку уроки ну дай ну че ты убегаешь не хочешь а куда ты хочешь вон принц тебя за лапку укусил посмотри вреденая принц не кусай ее пусть она спокойно походит без тебя без твоего присутствия давай как по канату походи Рокки на Рокки красавица мне нравится идем на ручку идем идем я тебя не буду сажать в клетку не бойся не бойся идем давай я тебе что нибудь высоко высоко подниму что тебе показать куда ты хочешь все таки хочешь по клетке полазить принца подразнить тот который нервничает не выпустили меня не выпустили меня я тут самое главное вы меня не выпустили вон она Рокки ползает вот она Рокки а ты же плохо себя ведешь кричишь шумишь дерешься смотрите как таки хотят они ее за лапку кусануть посмотрите олей вот обязательно вам надо ее кусануть да иди Рокки вот сюда пока здесь орхидеи нету посиди там поиграйся тихая спокойная а вы вредины сидите здесь понял вредина понял принц вредина ты а ты Джоли Зелюка ты вообще не контактный Джоли да я с тобой вообще не знаю как себя вести вообще вообще ты такой сам по себе а ты что скажешь ничего не скажешь что ты вечером чешешься на камеру тебя в ромашке что ли скупать что там у тебя вот сейчас она там что-то возьмет картинку от орхидеи я специально не выкидываю они так любят их перебирать скидывать туда давай сейчас любят выбросить одну выбросила теперь следующую этим они могут долго заниматься весь вечер не надо провод Рокки вот картинки есть от орхидеи вот их бери и занимайся сейчас она все выкидывает это такое их нет уже вот вторую уже выбросила ну давай еще одна осталась давай бери уже ее тоже Рокки ты куда пошла нельзя орхидеи нельзя Рокки ну посмотри бедные мои орхидеи я не знаю зимой что с вами будет когда они все с балкона на эту кухню на эту стойку перейдут что будем делать а вас вы не выпустить тоже жалко да вот что будем мы делать тогда Рокки вот все равно нравится вам грызть орхидеи ну что вы за птички такие зелени что угодно я вам даю Лёля не надо не надо ей лапки грызть не завиду ей вам и так больше чем ей перепадает она одна девочка вы должны ее беречь понятно вам вот она какая тихая спокойная сидит себе и то что ты вот принц сидишь вот смотришь ее и поймать проблем нету а за вами пока набегайся да вот я тебе говорю видите как она опять делает растяжку шпагат молодец Рокки ну давай выброси уже все их надо же тебе чем-то заняться давай все выбрасывай ну что они там я соберу давай эту тоже выбрасывай давай выбрасывай тебе все можно ты хорошая птичка ну давай ну что будешь выходить оттуда нет влази уже ну попробуй я что я это я не знаю что я